Здравствуйте, с вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Ольга Синицына сидела в кабинете своего нового нанимателя и пристально рассматривала собственные ногти. Бедная девушка так разволновалась, что не смела поднять на пожилого бизнесмена глаз. Ольга устраивалась горничной в очень богатый дом. В агентстве, куда она изначально подала документы, ее приняли вполне благожелательно. Оля имела прекрасные рекомендации от своих предыдущих нанимателей, в квартирах которых убиралась частным образом. Сейчас, сидя перед настолько влиятельным и богатым человеком, каким был Тарас Витальевич Брусницкий, Ольга невольно вспоминала свое прошлое и поражалась тому, насколько же разными могут быть человеческие судьбы. Кто-то, вот как этот миллионер, способен сидеть сейчас и в прямом смысле распоряжаться будущим другого человека. А другие люди, подобные Оле, вынуждены лишь со смирением ожидать, когда же те наконец решат сделать свой выбор. Будучи рожденной в очень бедной семье, Оля с ранних лет привыкла к физическому труду. Она часто помогала своей матери убираться в заводской столовой, где та работала поваром. Так что шваброй и тряпкой Ольга всегда владела на отлично. Отца своего никогда не знала. Но особо по этому поводу не расстраивалась. Они с мамой привыкли за эти годы справляться со всеми проблемами самостоятельно. Поэтому отсутствие помощи и второго кошелька их ничуть не обескураживало. Мать говорила как-то Оле о том, что ее жених, Олен отец, бросил ее, узнав, что она в положении. Ольга испытывала с тех пор к этому человеку лишь презрение и ничего более. Чтобы хоть немного разгрузить мать, трудившуюся порой в две смены, Ольга взяла на себя все заботы по домашнему хозяйству. Готовила несложные обеды и ужины, мыла полы и посуду и вообще старалась поддерживать в их маленькой квартирке идеальный порядок и уют. Девочка всегда была благодарна матери за то, что та делала со своей стороны все возможное. Только бы ее единственная дочь не выглядела на фоне своих более зажиточных одноклассников изгоем. Она была готова не есть сама, но покупала Ольги на последние деньги лучшую одежду и обувь из того, что они могли позволить себе на ее небольшую зарплату. Дочь же радовала мать хорошими оценками и втайне мечтала поступить в университет на культуролога. Девушка всерьез была увлечена историей живописи и искусства в целом и очень надеялась, что сможет попасть на бюджет, если будет как можно прилежнее учиться. К сожалению, как это часто бывает, судьба вмешивается в наши планы и переворачивает все с ног на голову. Закончив школу с золотой медалью и грамотой за особые успехи в учебе, Ольга, тем не менее, не смогла поступить. — Оленька, милая, ну не плачь ты так, — пыталась успокоить Ирина Сергеевна, ее мама. — В этом году не поступила, в следующем обязательно у тебя все получится. Ты не первая и не последняя, кому так не повезло. Однако Ольга только трагически качала головой и вновь начинала сотрясаться от рыданий. — Мамочка, милая моя, ты просто не понимаешь. Университет — это была моя мечта. То самое, ради чего я целыми сутками не спала, читала, готовилась. Ну как? Ну вот как так получилось, что у меня баллов не хватило, а? Я же была уверена, что все ответы написала правильно, еще эссе сделать успела. Дорогая, так тоже бывает, — гладила ее по спине женщина, пытаясь отвлечь от плохих мыслей. В конце-то концов, жизнь на этом не заканчивается. Я уверена, ты и без этой культурологии свое место в мире найти сможешь. Ольга посмотрела на мать с грустью. Ей сложно было объяснить, почему именно к науке так тянулась ее душа. Наверное, это было что-то аномальное, что девушка никогда не сможет объяснить даже самой себе. Единственное, что она знала наверняка, она непременно должна помочь маме. И теперь, коли уж с университетом все так печально получилось, Ольга обязательно найдет способ как-то выбраться со дна и не дать им с мамой и дальше прозябать в бедности. Девушка проплакала тогда несколько дней, после чего, смирившись со случившимся, сразу начала искать работу. Она не могла позволить себе висеть на шее у мамы, поэтому отправилась работать туда, где ее умение точно можно было обратить в деньги, а именно в клининг-компанию. Девушка, которой на тот момент только-только исполнилось 18, почти два года мыла торговые центры и офисы, а в свои свободные дни подрабатывала частной уборкой. Благо, тут ей помогла ее мать. Ирина Сергеевна по своим знакомым порекомендовала дочку нескольким хорошим людям и те с радостью воспользовались услугами Оли. Одна из таких обеспеченных семей как раз и написала для нее рекомендации, после чего посоветовала Ольге обратиться в одно элитное кадровое агентство, как раз и занимавшееся подбором домашнего персонала для богачей. Тарас Витальевич Брусницкий тем временем внимательнейшим образом изучал ее резюме. Владелец большой сети автосалонов, бизнесмен предпочитал лично беседовать с каждым кандидатом на должность. Мужчина очень трепетно относился к домашнему персоналу и хотел, чтобы у него работали исключительно профессионалы, притом с кристальной репутацией. «Ну что ж, с бумагами у вас все в порядке, рекомендации меня тоже устраивают», – произнес наконец деловым тоном бизнесмен. «Я договорюсь с водителем, чтобы ваши вещи перевезли сюда в ближайшее время. Жить будете в крыле для прислуги». Прислуга. Сколько Ольга не убеждала себя в том, что эта работа должна стать для нее точно такой же, как и все остальные, но все равно. Не могла смириться с тем фактом, что сотрудников этого дома воспринимали не иначе, как каких-то рабов. «Кто так говорит в наше время?» – думала про себя Ольга, подписывая договор о найме. Странный человек этот брусницкий. Вроде бы весь такой джентльмен важный и одет с иголочки, а выражается, словно какой-нибудь хозяин рынка из 90-х. В слух девушка, разумеется, ничего не сказала. Зарплату тут и вправду обещали очень достойную. Поэтому только ради этого и возможности материально помогать любимой маме Ольга и согласилась на эту должность. «Раз все формальности улажены», – продолжил Тарас Витальевич, – «то я предлагаю вам спуститься вместе со мной в холл и познакомиться с моей женой и дочерью. Кроме того, вас сразу же заберет с собой Зоя, наша главная экономка. Она управляет всем домашним персоналом, включая штат горничных. Зоя разъяснит вам ваши обязанности и проследит за тем, чтобы вы могли приступить к их выполнению уже сегодня». Ольга молча кивнула и прошла вслед за своим хозяином на первый этаж, где в это время по обыкновению уже пили чай супруга-миллионера Вера Павловна Брусницкая и их дочь Инесса. – Дорогие мои, – обратился к ним Тарас Витальевич, – уделите мне минутку, прошу вас. – Вера Павловна обернулась к мужу. Ее красивое изящное лицо выражало скуку. – Хочу, чтобы вы познакомились с нашей новой горничной. Ольга, ты должна слушаться мою жену и дочь ровно в той же степени, что и меня самого. То есть беспрекословно выполнять любые их требования. Это тебе ясно? – Ясно. – одними губами ответила девушка, а сама во все глаза уставилась на дочь. – Ну, привет, новая горничная, – передразнила отца Инесса. – Не думала я, что мы с тобой снова свидимся, да еще и при столь интересных обстоятельствах. Молодая девушка обнажила два ряда своих жемчужно-белых зубов. В тот момент она напоминала маленькую пиранью, выплывшую в большую реку поохотиться. Дело было в том, что Ольга и Инесса уже встречались раньше. В приемной комиссии того самого университета, куда так мечтала поступить юная Синицына. Оля сразу обратила внимание на высокую, красивую блондинку, подъехавшую к учебному заведению на дорогом черном автомобиле. Инесса просто излучала уверенность в себе и тот пресловутый шик золотой молодежи, который имелся только у тех, кто от рождения принадлежал к закрытой кости мультимиллионеров. Обведя толпу будущих студентов презрительным взглядом, Инесса демонстративно закинула в рот постилку мятной жевательной резинки и прошла на своих умопомрачительных шпильках мимо Оли. «А ну, расступись с дороги, чернь! Идет королева Инесса!» Ольга тогда громко хмыкнула и не стала отходить в сторону. Тогда дочь бизнесмена остановилась перед ней и, чуть приспустив с переносицы свои солнечные очки от Гуччи, спросила тоненьким ужасно неприятным голосом. «Тебе что, отдельное приглашение нужно, мышь?» Блондинка смирила девушку высокомерным взглядом с ног до головы, после чего добавила, лопнув пузырь жвачки прямо перед ее носом. «Ты бы хоть секонд-хенд поприличнее выбрала бы, а то смотреть противно на твои лохмотья!» С этими словами Анна силой толкнула в плечо Ольгу, глядевшую на нее смело и совсем без восхищения. Девушка едва удержалась на ногах, но все же успела произнести ей вслед. «Правду про вас, богачей говорят, денег много, а ума дай Боже, если через раз!» К ее немалому удивлению Инесса остановилась, а затем медленно повернулась и переспросила Синицыну шипящим голосом. «Что ты там только что вякнула, чернавка?» Ольга отряхнула свой джемпер и без страха взглянула на богачку. «Во-первых, я не чернавка. Если все люди для тебя меряются только такими категориями, то мне тебя очень жаль. А во-вторых, могу повторить специально для тебя, перед всеми. И погромче, если ты там у себя на каблуках ничего не расслышала». Ольга сделала вид, что набирает в грудь побольше воздуха, чтобы еще раз высказать все этой длинноногой хамки. Однако та резко выставила руку вперед и произнесла. «Не надо! Черт с тобой! Что с вас малохольных взять? Только не путайся у меня на пути. Если еще раз тебя увижу, вряд ли буду такой добренькой». Несколько человек в толпе тихонько захлопали в ладоши, аплодируя храброму поступку Оли. Шутка ли? Самой Брусницкой так ответить, на место ее поставить. Но Олле было совершенно плевать, к какой известной фамилии принадлежит эта грубиянка. Она просто хотела отстоять свое человеческое достоинство. И в тот раз ей это вполне удалось. Каково же было изумление девушки, когда на экзаменах выяснилось, что Инесса тоже поступает на тот же факультет, что и Ольга. Мало того, она еще и рядом села. И весь экзамен пыталась выведать или же просто списать ответы у нынешней горничной. Естественно, Ольга была не намерена помогать этой наглой девице, за что та в конечном итоге наградила ее поистине испепеляющим взглядом. «Ну иди ты, дура! Я думала, мы, может быть, подружиться даже сможем. Когда-нибудь в будущем. Знаешь, как выгодно дружить таким, как ты, с такими, как я?» Ольга, внимательно смотревшая в тот момент свой тест, только усмехнулась иронично. «А с чего ты решила, что я вообще захочу с тобой дружить?» – шепотом спросила она богачку. «Или ты считаешь, что все на этом свете купить можно?» «Дружбу-то точно можно, еще и со скидкой», – проворчала недовольная Несса ей в ответ. «Ты себе даже представить не можешь, сколько тебе подобных просто спит и видит, как бы стать моими прихвостнями. Уверена, если спросить любого в этой аудитории, хочет ли он дружить с Энессой Брусницкой, все они без запинки ответят «да».» Ольга покачала головой, мол, ну и самомнение же у тебя. Через несколько дней, когда вывесили результаты экзамена и Оля не нашла себя в списках, девушка испытала самый настоящий шок. «Этого не может быть», – думала про себя Оля, снова и снова по кругу изучая списки поступивших. Но еще большим шоком для нее стало, когда она обнаружила среди них фамилию Инессы. «Да вы что, издеваетесь», – только и смогла выговорить девушка, чей мир в тот момент просто-напросто рухнул. В ту же секунду Ольга почувствовала, как кто-то осторожно постучал своим наманикюренным ноготком по ее плечу. Обернувшись, она увидела перед собой довольную Нессу. Та ухмыльнулась и с явным отвращением вытерла о свое блестящее платье палец, которым только что дотронулась до Синицыной. «Можешь меня поздравить», – пропела та елейным голоском. «Я поступила, а ты?» Ольга не стала ничего отвечать, но от богачки не укрылось, что глаза у девушки на мокром месте. Тогда она нагнулась к самому уху Оли и тихо прошептала самодовольным тоном. «Вот если бы кто-то не выпендривался и не строила себя за знайку, я бы из-за того замолвила словечко». Красотка выпрямилась и, сделав жалостливое лицо, громко произнесла. «Бедная маленькая нищенка не смогла поступить на бюджет. Какая жалость! Что ж, видно, не всем беднякам стоит на вышку идти. Лучше оставить это для тех, кто действительно достоин связать свою жизнь с красотой и искусством. Но не переживай, крошка, ты и тебе подобные всегда смогут найти в этой жизни правильное и, главное, созвучное вашим душам дело. Например, мыть полы в какой-нибудь дешевой вонючей забегаловке». Ольга, не стесняясь своих чувств, вдруг расплакалась и с ненавистью глядя на Брусницкую произнесла. «Боже, какая же ты мерзкая!» Наконец, выплюнула она и, оттолкнув негодяйку, сбежала вниз по широким каменным ступеням, что вели к старинным высоким воротам университета. Инесса осталась стоять там, глубоко довольная собой и тем, как ловко и красиво она унизила эту босячку. Ольга тогда не поняла смысла ее слов, однако нутром чувствовала, Инесса сама никогда не смогла бы сдать экзамены. Слишком сложно это было для ее ограниченного куриного ума. К сожалению, девушка была как никогда права. За богачку все сделали связи ее отца, вот она и получила себе место на халяву, лишив его человека, который мечтал об этом всю свою жизнь. Ирония заключалась в том, что это место, на которое и должна была попасть Ольга, было на курсе последним. И ректор не хотел уступать его богатой, но абсолютно некомпетентной Брусницкой. Он лично проверил оба задания и был искренне восхищен качеством тестовых ответов и творческим подходом Ольги. Бланк Инессы же собой представлял набор бессмысленных ответов и предложений, которые та безуспешно попыталась вложить в некое подобие эссе. И только угрозы Тараса Витальевича вынудили бедного ректора согласиться и пойти на подлог, отдав последнее бюджетное место его дочери, а не талантливой Оле. И вот сейчас Инесса вновь смотрела на горничную тем же презрительным взглядом, что и два года назад. В глазах дочери бизнесмена читалась прямо-таки садистская радость. И Ольга сразу же поняла, что в этом доме ей придется ой как непросто. — Добро пожаловать, горничная! — широко улыбаясь, произнесла Брусницкая. — Я обещаю, тебе здесь ужас, как понравится! — Ольга предпочла лишь промолчать, дабы не вызывать ненужных вопросов у остальных хозяев дома. — Вижу, ты моим советом правильно воспользовалась. Молодец! — похваливала Ольгу богачка, пристально наблюдая за тем, как та вытирает пыль в ее комнате. — Хорошо, когда люди вовремя понимают, где их место. Сама Энесса лежала на диване и лениво перелистывала тоненьким пальчиком страницы очередного модного журнала. Ольга с силой сжала руку пушистой метелки, продолжая молчаливо исполнять свое дело. — Вообще ты далеко пошла! — с мнимой серьезностью, произнесла Энесса. Иада бросив в сторону журнал, перевернулась на спину, уставившись вверх головой на Ольгу. — Многие поджилки рвут, только бы к нам устроиться. Но знаешь, это не так-то просто. Папа всех сам проверяет. Он вас по какой-то своей системе пробивает. Не хочет, чтобы у него потом из-за вас индюшек проблемы были. Вон в новостях только и пишут, как слуги почти каждый день своих хозяев обкрадывают. — А ты больше верь новостям. Тогда мозги совсем из ушей вытекут. — не выдержала Ольга и повернулась, взглянув своей обидчице прямо в глаза. — Как у тебя обстоят дела с учебой, кстати? — спросила Оля, сжимая в руках пластиковое древко метлы. — Не отчислили еще? — А, ну да, как же я могла забыть, за тебя же все папочка покупает, не так ли? И отметки хорошие на сессиях тоже. Ольга уже четыре месяца проработала в доме Брусницких. И все это время ей приходилось терпеть издевательства и плевки в свой адрес от этой несносной Нессы. Если поначалу девушка еще как-то сдерживалась, плача по ночам в подушку, то сейчас она просто не могла больше терпеть. Так, не уважая человеческий труд, это надо было уметь. И ладно бы, если бы дочка бизнесмена относилась так только к ней, Ольге. Но она ведь регулярно третировала и изводила остальных работников особняка. И садовник, и повар, и даже тайская девушка-массажистка, очень плохо говорившая по-русски, зато божественно знавшая свое дело, и те получали от этой богатой дряни столько оскорблений в свой адрес, что любой нормальный человек уже давно бы не выдержал. – Чего-чего? – красивое лицо богачки вытянулось, став похожим на лошадиную морду. – Ты с случаем берега не попутала, Чернь? Или тебе работать надоело? Хочешь, чтобы я тебя на улицу выставила? – Да уж лучше на улицу, чем у такой самодурки работать, – честно сказала Ольга и направилась к дверям. – Погоди-ка, эй, тебя вообще-то никто отсюда не отпускал, – возмутилась Несса и, спрыгнув с кровати, перекрыла дорогу горничной. – И откуда в тебе столько дерзости, я не пойму? – прищурившись, уставилась на нее богачка. – Ты же в курсе, что вы все должны перед нами на цыпочках ходить? Для наглядности девушка демонстративно пощелкала пальцами перед лицом Ольги. – Если бы не моя мама, я бы сразу от вас ушла, – ответил ей спокойно Оля. – Нельзя так с людьми обращаться, Несса. Ты за эти два года ни капли не изменилась, только, наверное, еще хуже стала. Что ж, ты так людей обесцениваешь, словно мы какие-то предметы. Мы не мебель, у нас душа есть. И Несса захлопала своими густо накрашенными ресницами, а потом в голос расхохоталась. – Душа? Ты серьезно? Господи, да ты еще наивнее, чем я думала. Красотка вытерла с лица слезы, выступившая от смеха, сделав это как можно осторожнее, чтобы не размазалась ее дорогая тушь. – Короче так, иди отсюда, пока я по-настоящему не разозлилась, – сменив тон, процедила ей богачка. – Но только знай, я этого так не оставлю. Вот ходи теперь и оглядывайся, жди от меня подарочка, слуга. Ольга покинула комнату Нессы с гордо поднятой головой. Она думала, что та всего лишь хочет ее припугнуть и никогда не решится сделать ей что-то серьезное. В конце концов, Ольга всегда хорошо делала свою работу, и ни Тарас Витальевич, ни его супруга не могли ее упрекнуть в халатном отношении к своим обязанностям. Как же она ошибалась? Инесса была не из тех, кто легко прощает нанесенные ей обиды. А речь горничной она сочла именно за такую. Минута несдержанности праведного гнева и несчастная, но гордая Ольга сама себе подписала приговор. Желая раз и навсегда избавиться от умной прислуги, Инесса решила пойти самым проверенным и надежным путем подставить ее. А что, она уже делала так несколько раз, когда предыдущие горничные ей чем-либо не угождали. Одна была слишком красива, вторая любила распустить свой длинный язычок и посплетничать о хозяевах за их же спинами. В общем, опыт в этом деле у дочки бизнесмена уже имелся, так что она сразу же приступила к выполнению своего коварного плана. Улучив момент, красотка взяла портмоне своего отца и, пробравшись в комнату горничной, ловко подкинула его к ней в сумку. Прошло совсем немного времени, и Тарас Витальевич заметил пропажу. — Милая, ты не видел мое портмоне? — обратился он к жене, но Вера Павловна отрицательно покачала головой. — Пап, кажется, я знаю, где оно может быть — хитро произнесла Энесса и покосилась в сторону Ольги, которая в тот момент тщательно натирала полы в прихожей. — Ты на что намекаешь, дочка? — спросил ее непонимающий бизнесмен. — Я же вот только утром его на столе оставил. Думаю, отойду в кабинет на минутку, никто же не возьмет, все свои. — Все да не все, — коротко ответила дочь и вновь красноречиво глянула в сторону горничной. Я видела, как Ольга несла что-то, спрятав фартук, к себе в комнату, и выходила она как раз из гостиной. — Да ну, брось! — не поверил ей Брусницкий. — Зачем ей это надо? Я и так плачу столько, сколько не каждый на рынке готов за ее услуги платить. Она говорила, у нее мама больная. Инесса сложила руки на груди и вопросительно приподняла бровь. — Ну вот, все же сходится. Не веришь мне? А ты подойди к ней и попроси ее свою сумку нам показать. Уверена, что портмоне уже давно лежит там себе приспокойненько. В итоге богач все-таки поддался на уговоры дочери и вызвал к себе ничего не понимающую Олю. Когда ее попросили взять с собой еще и сумочку, девушка без всякой задней мысли подчинилась. Ей ведь нечего было скрывать. Однако, когда начался осмотр, Ольга похолодела. Тарас Витальевич и лично решил осмотреть содержимое ее сумки и, открыв ее, первое, что увидел, было его портмоне. То самое, которое подкинуло туда Инесса. Мало того, из него еще и все рассыпалось. Банковские карточки, наличные, запонки из золота с бриллиантами, которые бизнесмен надевал перед каждой важной сделкой в качестве талисмана. – Поверить не могу, Ольга! – грозно глянув на девушку, произнес богач. – И вы мне еще клялись в том, что никогда не позволите себе взять чужого. Говорили, что вы из честной рабочей семьи. Как же я в вас разочарован! – Ну… Нет, Тарас Витальевич, это какая-то ошибка. Я не брала вашего портмоне. Пыталась оправдаться бедная горничная. Меня кто-то подставил, я бы в жизни никогда не… – Довольно! Не стоит больше утруждаться! – произнес бизнесмен, прервав ее огненную тираду. – Мне не важно, почему вы это сделали, и как сильно вам жаль. У нас в доме воровство никогда не прощается. Отныне вы можете делать что угодно, но за пределами моего особняка и моей семьи. Вы уволены, Ольга. Расчет получите через пару часов. Собирайте свои вещи, не хочу вас больше видеть. Ольга готова была расплакаться, а взглянув на лицо Энессы, сразу же все поняла. Это и был тот самый подарочек, о котором ее предупреждала молодая богачка. Горничной было невероятно обидно и больно, но она понимала также и то, что пострадала за правду. Скажи она сейчас бизнесмену, что во всем виновата его дочь, так он чего доброго еще в тюрьму ее упечет. Слово Ольги против слова Энессы – заведомо проигрышная комбинация. Собрав сумку с вещами и получив последние деньги, Ольга выбралась на такси в город. Выйдя с машины и расплатившись с водителем, она медленно поплелась по знакомой улице. Девушка предупредила маму, что вернется домой, но говорить о том, что ее подставили, не стало. Так в условиях не сошлись, солгала она матери, чтобы не волновать ее. Ирина Сергеевна действительно плохо себя чувствовала в последнее время, чуть что, и давление у нее сразу подскакивало, а потому было лучше не тревожить ее столь грустными новостями. Ольга шла, погруженная в свои мысли. Девушка гадала, что же ей теперь делать. Работа-то была неплохая, а по вине этой сумасбродки еще не известно, возьмут ли Ольгу после этого куда-то горничной. Или ей теперь придется всю жизнь мыть полы в столовых и дешевых кафе, как и напророчила ей Энесса. Безумно хотелось плакать. Оля остановилась и вытащила из кармана платок, чтобы вытереть уже начинавшие слезиться глаза. Нельзя было появляться перед мамой в таком виде, она непременно что-то дозаподозрит и начнет расспрашивать дочь, пока не узнает абсолютно все. Бывшая горничная не знала, что за ней в это время внимательно следил один вор-рецидивист, совсем недавно освободившийся из колонии. Сидя в кустах, неподалеку от того места, где проходила Ольга, заключенный пристально высматривал себе жертву, а увидев Олину сумочку, тут же выбрал ее. Едва освободившийся зэк был очень голоден и потому всерьез нацелился на эту добычу. Выбрав момент, когда девушка остановилась, вор молниеносно выскочил из своего укрытия и бросился к ней. Оля даже понять ничего не успела, когда почувствовала резкий рывок справа. Сорвав с ее плеча сумочку, негодяй тут же бросился вдоль аллеи. Ему было неважно, сколько денег могло находиться в сумке. Уж на пожрать у этой куклы в кошельке точно деньги найдутся, а мне и хватит, — думал зэк, уносясь со своей добычей на всех парах. — Стойте! Помогите! Держите вора! — успела выкрикнуть Ольга, когда ее и преступника уже разделяло добрых пару десятков шагов. — Он у меня сумку украл! Кто-нибудь! Однако, оглянувшись по сторонам, девушка не заметила никого, кто мог бы ей помочь. На ее счастье, вор был человеком в летах, и хоть имел комплекцию сухопарую, но дыхалка у него была крайне слабой, во многом из-за суровых условий тюремного быта. Убежать слишком далеко он просто не успел. Сначала начал задыхаться, а потом какой-то молоденький бомж вдруг, ненавязчиво, выступил из соседней аллеи и подставил преступнику подножку. Рухнув прямо лицом на асфальт, вор громко выругался, после чего бросил сумку и, с трудом поднявшись на ноги, прихрамывая, устремился дальше, прочь из парка, в котором все и случилось. Парень-бродяга, на вид ему было не больше двадцати с небольшим, поднял с земли сумку Ольги и бережно ее отряхнул. — Ох, спасибо вам огромное! — выдохнула она, как раз подоспев к бездомному. — Вы себе не представляете, что только что сделали, как мне помогли. У меня же в этой сумочке было все, и деньги, и паспорт, и даже ключи от маминой квартиры. Ольга держалась за бок, так как и сама немного выдохалась, пока бежала до места. Подреберье кололо, но она все равно была счастлива. — Вы, вы настоящий рыцарь, молодой человек! — сказала она, наконец, и улыбнулась парню. Тот наклонился, желая помочь ей собрать выпавшие из сумки вещи. Вор, растяпа, рассыпал все при падении. — Да ладно вам! — проговорил он, пряча улыбку под старой бейсболкой. — Любой нормальный человек поступил бы так на моем месте. Ольга не стала спорить и поспешила собрать свои нехитрые пожитки обратно. И тут, среди прочих вещей, бездомный заметил одну квитанцию, взглянув на которую, чуть не лишился дара речи. Дело в том, что квитанция эта была от известной в городе ритуальной службы, и приходилась она на продажу и установку нового памятника. Казалось бы, ничего необычного, стандартная бумага, подтверждающая оплату и проведение соответствующих работ на таком-то месте, в аллее с таким-то номером на северном кладбище. Вот только эти номер, могилы и ряд на кладбище были очень хорошо знакомы молодому бродяге. По той простой причине, что являлись данными о месторасположении захоронения его матери. Парень посмотрел на Ольгу с немым вопросом во взгляде, держа в руках квитанцию. — Что? Что такое? — не поняла горничная. — Вот этот чек! Откуда он у вас? — дрожащим от волнения голосом спросил бездомный. Ольга взяла у него из рук бумагу и внимательно в нее вгляделась. В графе подписи заказчика значились инициалы самого Брусницкого. Значит, эта квитанция определенно принадлежала ему. Должно быть, выпало у него из кошелька, да так и осталось лежать в ее сумке. А, это… Я сейчас все объясню. И Ольга рассказала молодому бродяге о том, как к ней попал этот чек. — Господи! — задумчиво произнес парень и потер собственный подбородок. Конечно же, ничего подобного он услышать не ожидал. Пораженный столь необычной новостью, он припомнил, что недалее как всего неделю назад был у матери на могилке, но никакого памятника там и в помине не было. Лишь простой деревянный крест с табличкой, которому сын каждый раз старался приносить свежие цветы. Тогда молодой бездомный решил выяснить как можно больше об этом таинственном человеке, что сделал для его покойной матери такой щедрый подарок. Узнав, как зовут девушку и представившись сам, Константин, а именно так и звали бродягу, попросил ее показать ему дом Брусницкого. — Хорошо, — согласно кивнула Ольга. — Но только внутрь я тебя провести не смогу. Сам понимаешь, эта история с кошельком очень все скверно получилось. Да и уволили они меня. Я вон все свои вещи оттуда в одной сумке вывезла. Я теперь к ним совершенно никакого отношения не имею. Константин, понимающий, кивнул. — Мне бы только до дома добраться, а дальше уж я сам. Доехав на такси до коттеджного поселка, где жил бизнесмен со своей семьей, Ольга дала парню подробный адрес и указание, как добраться до той улицы, где стоит их особняк. Костя поблагодарил девушку еще раз, после чего та, наконец, поехала обратно домой. Позвонив в дверь, бездомный услышал с другой стороны грубый оклик охраны. — Те че надо, бомжары? Захотелось пинков получить на горячее? Ты бы валил отсюда, пока все кости целы. — Я к Тарасу Витальевичу Брусницкому, по личному вопросу. На этот раз в громкоговорителе домофона раздался громкий глумливый хохот. — Да ты что, прям вот по личному. И какие же такие дела могут тебя связывать с нашим хозяином? Ты, видать, один из тех маньяков, которые выясняют, где в городе богатые люди живут, а потом приходит к ним под окно всякие подаяния выклянчивать. Ну так с этим ты точно просчитался, дружище. У него с такой беднотой разговор короткий. С этими словами ворота медленно отъехали в сторону. И Константин увидел выросших перед ним двоих амбалов, каждый из которых был под два метра ростом. Широкоплечие охранники сурово взглянули на молодого человека и игриво помахали перед его носом своими длинными резиновыми дубинками. — Скажите Брусницкому, что к нему пришел Константин Угличев, спокойно произнес бездомный и достал из кармана потрепанной куртки свой паспорт. — Вот, — протянул он документ охране. — Пусть он лично убедится в том, что я не причиню ему вреда, но у меня к нему действительно очень важное дело. Охранники переглянулись между собой, проверив паспорт бомжа. И, наконец, один из них коротко произнес. — Жди здесь! — и скрылся в недрах особняка. Парень подумал было, что теперь его чего доброго сразу сдадут в полицию, однако готов был стоять на своем до конца. В конце концов, это был единственный способ выяснить, каким образом этот человек был связан с его семьей. К его удивлению, меньше чем через 10 минут к воротам спустился сам бизнесмен. Раскинув руки в приветствии, он, к немалому изумлению молодого человека, стиснул его в своих крепких объятиях. — Костя! Костенька! Сколько лет, сколько зим! Брусницкий стискивал парня все сильнее и сильнее, так что тот начинал уже ощущать нехватку кислорода. Но затем богач вдруг резко выпустил парня и оглядел его с ног до головы. На его лице блуждала вполне искренняя улыбка. — Ты только посмотри на себя, Костик! Как вырос! Каким красавцем стал! Тут он поотечески потрепал его по плечу. — Ох, да что ж мы с тобой в дверях-то стоим! Пошли в дом! Скорей! Я сейчас все прикажу организовать! Коньячок там в закусочку! Ты икру любишь? Константин был искренне поражен столь теплым приемом. Как будто они с этим бизнесменом были родственниками или стародавними знакомыми. Но как это возможно? — думал про себя бродяга. — Если я и вижу, то его в первый раз в жизни! Дома же у миллионера тем временем царило самое настоящее напряжение. Никто не знал, кем ему приходится этот странный молодой бомж. Однако, жена и дочь просто прилипли к окнам, высматривая, что там их кормили и сделает с этим бездомным. — Мам, а вдруг этот лузер внебрачный сын нашего папы? — спросил, искрившись лишь при одной мысли об этом Энесса. — Вот же послал Бог радость браться из помойки. — Типун тебе на язык Энесса! — сплюнула через плечо Вера Павловна. — Но если это так, нам тогда вовек от такого позора не отмыться! Богач тем временем провел парня внутрь и сделал для гостя все, что в таких случаях требуется от гостеприимного хозяина. Быстро организовал стол, налил молодому человеку выпить, а после попросил жену и дочь на какое-то время оставить их наедине. — Но мы хотим знать, что происходит. Тарас, кто этот парень? — требовала от мужа ответов Вера Павловна. — Скажи мне правду, он твой сын? — Неужели у тебя все эти годы была другая семья? А мы с Энессочкой узнаем об этом только сейчас? Тарас Витальевич только глаза закатил. Мол, опять ты драматизируешь, почем зря? Служи, он объяснил. — Успокойся, Вер. Это совсем не то, о чем вы с дочкой подумали. Здесь дело совсем в другом. Только я пока не могу объяснить тебе все. Вот и прошу. Оставьте вы насквозь и наедине. Дайте поговорить. Константин, скромно сидевший все это время в кресле, с интересом наблюдал за богатым семейством, которое, как выяснялось, не доверяло друг другу ни на грамм. Что ж, подумал он про себя. Стоило ожидать чего-то подобного от тех, кто смог подставить Ольгу настолько гнусным образом. — Уф, ну вот мы и можем наконец спокойно поговорить, — выдохнул бизнесмен, наполняя свой бокал элитным французским коньяком. — Без посторонних глаз оно как-то полегче, да? Миллионер неловко улыбнулся парню, а тот заметил, что богач даже немного вспотел. — Я бы хотел узнать от вас вот об этом. — Костя протянул мужчине похоронную квитанцию. — Объясните, с какой стати такому, как вы, ставить памятник моей матери? Вы разве были с ней знакомы? Улыбка на лице Тараса Витальевича медленно угасла, и он спросил бродягу тихим голосом. — Костик, так ты, получается, меня совсем и не узнал? Не помнишь дядю Тараса-то? Молодой человек лишь вопросительно пожал плечами, после чего отрицательно покачал головой. — Нет, простите, а должен? Бизнесмен вместо ответа глубоко вздохнул и отложил в сторону свою выпивку. — Видишь ли, Костик, я должен кое-что рассказать, — начал бизнесмен, после чего на несколько секунд глубоко задумался, будто решал, стоило ли рассказывать ему всю правду. Наконец он продолжил. — Мы с твоим отцом, Дмитрием, когда-то давно были компаньонами. Вместе начинали с малого, с самых низов, так сказать. Машины перегоняли из Европы, пытались потом все это добро хоть как-то в нашей стране пристроить. Мужчина провел рукой по лицу, словно хотел стереть из своей памяти те события. — Дима был отличным другом и деловым партнером. Столько, сколько мы с ним пережили, не каждому дано, знаешь ли. Дело начало постепенно крепнуть, а мы, соответственно, богатеть. Но только тут-то и прознали про нашу контору одни братки лихие, из области. Решили они на нас по-быстрому денег срубить, заодно и фирму нашу себе присвоить. — Рейдерский захват, — догадался Константин. — Верно, — кивнул бизнесмен. — Мы с Димкой до самого конца вместе стояли, а потом приехали те трое на своем черном мерсе с тонированными стеклами и расстреляли нас с Димой в упор. Мы тогда на первом этаже офис арендовали, окна открыты, лето, в общем, охраны никакой. Молодые были, все нам в смерть не верилось. Казалось тогда, что и пуля нас не возьмет, и граната нам, что лимонад с жарким летом. Тарас Витальевич с грустью посмотрел куда-то вдаль, поверх плеча Константина. — В общем, я один в той перестрелке выжил. А вот Дима. У него была жена, Марта, и годовалый сынок. Ты, то есть Костик. Он мне перед смертью завещал, чтобы я о вас позаботился. На руках у меня твой отец и умер. Константин испытал легкое смущение. О чем говорил этот человек? Да, он знал от матери, что его отец погиб в криминальной разборке в середине девяностых, но ни о каком дяде Тарасе речи не шло. Им никто и никогда не помогал. — Почему же тогда мне про вас ничего не известно? — спросил его парень. Богач в ответ на это вновь тяжело вздохнул. — Да разминулись мы с вами как-то, Кость, не обессудь. Я поначалу старался-то вам с матерью помогать. Каждый месяц небольшие суммы посылал из того, что успевал заработать. Ты пойми, у нас ведь с своим отцом, тогда почти ничего не осталось. Начинать бизнес нужно было буквально с нуля. Тарас Витальевич не рискнул признаться в том, что на самом деле со временем он просто-напросто спустил ситуацию с Угличевыми на тормозах. В тот момент ему было гораздо важнее спасти самого себя, тем более, что и у него уже была на тот момент молодая жена. Вера Павловна, хоть и не была еще беременна, сама вела себя точно капризный ребенок. Если бы она узнала, что муж помогает семье своего покойного друга, скандала было бы не избежать. Лишь недавно Тарас Витальевич случайно узнал о том, что Марта, жена Дмитрия, скончалась от онкологического заболевания. Перестав спонсировать жену друга и его сына, бизнесмен оставил их с суровым миром один на один. Вот и приходилось Марте всю жизнь трудиться уборщицей, чтобы как-то поставить на ноги единственного ребенка. Тяжелый физический труд и недоедание сильно подкосили ее здоровье, чьим закономерным итогом стало развитие смертельной болезни. «Когда я узнал, что Марты больше нет с нами, мне стало безумно стыдно», — понурив голову, объяснил Брусницкий. «Она была невероятно сильной женщиной. Столько вытерпеть, тебя вырастить и умереть вот так в нищете. Я не отрицаю своей вины в том, что произошло, Кость. Возможно, отыщая вас раньше, все могло бы сложиться иначе, но… Вот я памятника заказал. Думал, хоть здесь поучаствовать смогу. Совсем же неудобно получилось». И вновь Тарас Виталевич утаил от Константина свои истинные мотивы. На самом деле, ему было глубоко все равно, чем там занимается сын его друга. Все, что он о нем слышал, это то, что после смерти матери, молодой человек окончательно пошел на дно. Начал играть в карты и доигрался до того, что потерял их общую с матерью квартиру. Вот где и оказался поэтому на улице. Была и еще одна причина, по которой бизнесмен так упорно старался не вспоминать про Дмитрия. Дело в том, что друг перед смертью успел завещать своему сыну очень крупную сумму денег. Стартовый капитал, так сказать. Но Тарас Виталевич, помятуя о том, что мальчонка еще совсем маленький и деньги ему не особо нужны, со спокойной совестью присвоил этот капитал себе. Долгие годы эти деньги были своего рода страховочным платежом, заначкой, которая помогла бы бизнесмену вновь подняться на ноги, если бы с его делом что-то вновь пошло не так. А теперь Константин вернулся. И хоть Тараса Виталевича не особо радовала эта мысль, он должен был отдать парню все его деньги. Однако он не мог позволить уйти столь большой сумме на непонятные расходы. А потому, предупредил Костю. Я знаю, ты сейчас неимоверно обрадуешься, узнав, что у тебя на счетах лежат миллионы. Вот только эти деньги твой отец заработал непосильным трудом. Я не могу отдать их тебе просто так, не будучи уверен в том, что ты распорядишься ими по уму. Поэтому предлагаю тебе такой вариант. Я, со своей стороны, обучу тебя всем нюансам отцовского бизнеса. И ты на часть этих денег сможешь вернуть себе былое уважение и статус в обществе своей семьи. Ты же в ответ начинаешь всерьез заниматься, учиться предпринимательству и все в таком роде. То есть продолжишь по сути дела своего отца. Как тебе такой план? Что там говорить? Конечно же Костя был счастлив. Он годами мечтал о том, чтобы вернуться в цивилизованное общество. А тут, оказывается, у него для этого были все возможности. Хотя парень и не очень-то поверил всему, что рассказал ему Тарас Витальевич, все же, тот был другом его отца. И теперь, после стольких лет, предлагал ему реальную помощь. Я готов. Решительно отозвался парень. Делайте со мной все, что посчитаете нужным. Я хочу, чтобы мой отец мною гордился. Так жизнь Константина изменилась в один миг. Всего через месяц от былого бродяги не осталось и следа. Теперь это был прекрасно одетый молодой человек, в дорогом костюме и при шикарных часах. Тарас Витальевич лично выбрал ему автомобиль. И парень наслаждался возможностью самостоятельно передвигаться по городу. Кроме того, Костя сразу же смог купить себе хорошую квартиру недалеко от центра и в полной мере почувствовал себя человеком. После того случая он разыскал Ольгу и пригласил ее на дружеский ужин. Костя был благодарен девушке за то, что она, пусть и невольно, но помогла ему найти друга своей семьи. Оля была смущена. Она никак не ожидала увидеть вместо простого парня элегантного молодого джентльмена. Зато Ирина Сергеевна была рада за дочь как никогда. В ходе ужина молодые люди разговорились и поняли, что у них очень много общего. Постепенно Константин начал приглашать Олю в кино, театры и на художественные выставки. И каждый раз он поражался тому, как умна эта девушка и как много она знает о мировой культуре. Они начали встречаться наперекор всем шаблоном и шушуканьем за своими спинами. И были при этом абсолютно счастливы и влюблены друг в друга. Вот только оставался еще один человек, кого счастье Кости и Оли в буквальном смысле выводил из себя. И человеком этим была, разумеется, Инесса. Еще вчера ненавидящая грязного бомжа, сегодня красотка вдруг узрела в нем перспективного жениха. Но и тут мерзкая нищенка спутала ей все карты. — Папа, неужели ты не можешь ничего с этим поделать? — спрашивала она отца в отчаянии. — Мы ведь могли бы добиться того, что и не нужно было бы ему никаких денег отдавать. Женился бы Кости на мне, и проблема бы отпала сама собой. — Ох, какой смелый план, дочка! — восхитился хитростью Инессы, Тарас Виталевич. — Вот только, увы, над чувствами людей я не властен. Если твой Костя любит эту свою замахрышку Ольгу, то тут я ничем тебе помочь не могу. Уж прости. Инесса была в бешенстве. Она не могла придумать, как рассорить Ольгу и Константина, поэтому ей приходилось лишь периодически пытаться соблазнить молодого бизнесмена. То, приглашая его в бассейн и как бы случайно теряя верх от своего купальника, то напиваясь в клубе и вызванивая его по мобильному. Плачущим голосом Инесса просила забрать ее и отвезти домой. А в машине она то и дело пыталась поцеловать растерянного Костю. Вот только что бы она ни делала, результата это не переносила никакого. Константин, казалось, не видит никого, кроме своей любимой Оли. А еще через пару месяцев красотка и вовсе готова была на себе волосы рвать, потому что Ольга объявила Косте о том, что беременна и они ждут первенца. Понимая, что все вот-вот для нее будет кончено, Инесса решила предпринять последнюю попытку. Она подговорила своего знакомого и тот посреди рабочего дня бросился к Коле, выходившей из магазина с продуктами. Девушка растерялась, когда привлекательный незнакомец сначала всучил ей пышный букет цветов, а затем, при всех, начал стискивать ее в объятиях и попытался поцеловать в щеку. «Что вы делаете? Отпустите меня!» – пыталась сопротивляться Ольга. Бедная девушка не знала, что их в тот момент тайно фотографировал специально нанятый для этого грязного дела папарацци. Спустя пару дней Инесса показала снимки Константину, заехавшему к ним в дом по важному делу, поговорить с отцом красотки по поводу одной крупной сделки. «Вот, плюбуйся на свою ненаглядную Олечку», – злорадствовала Инесса, раскладывая перед ним на столе фотографии, на которой были ясно видны объятия и поцелуи. «Еще неизвестно, от кого у нее ребенок. Ты бы подумал хорошенько, прежде чем на этой поломойке жениться. Кто знает, какие еще сюрпризы она от тебя в рукаве прячет». Как ни странно, но Константин вспылил. «А потому на этой почве у них с невестой, ведь они с Ольгой уже хотели жениться. Случился скандал». «Как ты можешь хотеть на мне жениться, если ты уже сейчас мне не доверяешь?» – спрашивал его со слезами на глазах Оли. «Ты поверил этим фотографиям, а мне нет? Когда я говорю тебе, что совершенно не знаю этого человека. Он просто налетел на меня перед магазином. Я ничего не могла с этим поделать». «Интересно, почему тогда он так страстно пытается тебя поцеловать?» – продолжал негодовать молодой бизнесмен. «Или скажешь, что он тебя со своей собственной невестой перепутал?» – лгунья. Эх, права была Инесса, когда говорила про тебя. На лице его невесты вмиг застыло холодное изумление. «Инесса? Господи, тут она постаралась!» – выдохнула с горечью в голосе девушка. Они еще долго спорили, прежде чем окончательно пришли к выводу, что их свадьба, да и вообще все отношения были ошибкой. Оля и Костя расстались. А Инесса, наоборот, только руки потирала. Наконец-то ее план сработал. Тарас Виталевич тоже был весьма доволен, ведь все деньги останутся в семье. Стоит только его дочери подключить сейчас свои женские чары. Так оно и случилось. Брусницкая смогла легко увести Константина на свою сторону и вскоре склонила его к свадьбе. Невестой на пышном торжестве естественно была она сама. Костя, хоть и чувствовал сердцем, что поступает не совсем правильно, не мог больше противиться красоте и обольщению Инессы, которая обещала ему все краски и радости мира. Ольга же с трудом переносила токсикоз. И вообще, вся беременность стала для нее одним большим испытанием. Но все же, в конце срока, Ольга родила прекрасного сына. Мальчика она назвала Павлом, надеясь, что это имя принесет ее малышу удачу. Костя же ничего говорить не стала. Посчитав, что ему теперь ее забота и волнение относительно их общего сына попросту не интересны. Ведь он наверняка поверил Инессе Мерзавке и так и думает, что сын не от него. Спустя три года Олле выпало еще одно испытание. У Павлика стремительно развивалась хромота. И чтобы не остаться калекой на всю жизнь, мальчишке нужна была очень сложная корректирующая операция, стоившая баснословных денег. Такой суммы у Ольги, конечно же, не было. Им помогала немного ее мама, но это были сущие копейки, которых едва хватало на все необходимое для малыша. Помощи же от Кости молодая женщина брать не собиралась, так как тот даже удалил ее номер из своего мобильного телефона. Однажды, гуляя в парке с сыном, Ольга совершенно случайно встретилась с Костей. Мужчина дожидался свою жену, так как всегда застряла в торговом центре на шопинге. Вообще их личная жизнь оказалась не такой яркой, как обещала богачка. Детей у них не было, а Инесса сама все чаще прикладывалась к бутылке. Увидев Олю и Павлика, Костя замер на месте. Не верил своим глазам. Мальчик был точно его копией. Еще и родинка у него была на руке в том же месте, что и у самого Константина. Это не может быть совпадением, подумал он и, не в силах признать собственную ошибку, догнал Ольгу, после чего упал к ней в ноги, искренне прося прощения. «Я так долго ошибался, любимая. Так долго жил в тумане!» – обнимая ее ноги, проговорил Константин. «Прошу меня, прости меня, если сможешь». Оля не стала ничего говорить. На ее словах выступили слезы. И она, упав на колени рядом с Костей, нежно обняла его. Ольга и Константин помирились. И теперь вновь живут вместе и радуются каждому дню, проведенному друг с другом. Их маленькому сыну сделали операцию. И сейчас он совершенно здоров. После того случая Костя сразу развелся с Инессой, чем привел ее в бешенство. Богачка долго не могла простить своего бывшего мужа. И это привело ее лишь к еще большим проблемам с алкоголем. Сейчас она находится в наркологическом диспансере. Ольга же наконец исполнила свою мечту. Она смогла поступить на факультет культурологии в университет и закончила обучение с красным дипломом. Она работает гидом в городском музее и абсолютно счастлива. У них с Костей и сыном большой дом, в котором хватает места всем. Даже матери девушки и скромные овчарки по кличке Роджа, с которой Павлик радостно играет на заднем дворе каждый день. Про Инессу и ее родителей пара предпочитает больше не вспоминать. Костя смог получить все свои активы обратно и теперь продолжает вести бизнес, завещанный ему когда-то отцом. Тарас Васильевич же с грустью навещает свою дочь в клинике. Все же он слишком сильно разбаловал ее в детстве, о чем глубоко сожалеет. Он уже и не надеется на то, что она выздоровеет, хотя мать девушки до сих пор иногда ходит в церковь и ставит свечки за здоровье своей, сбившейся с истинного пути дочери. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилась история, надеюсь на вашу поддержку кнопкой палец вверх. Спасибо и всего доброго!